Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и я рад вас видеть на канале Домашний Мастер. В этом видеоролике хочу вам показать и рассказать, как за 7 дней удалось построить вот такую баньку за моей спиной. Размер баньки 5 на 8. Поэтому желаю вам приятного просмотра и поехали! Чтобы начать строить любую баню, дом, здание, я всегда рекомендую обзавестись проектом, друзья, обязательно. Если у вас даже простая постройка, самая банальная, то хотя бы на бумажке, на листочке, начертите ручкой, посмотрите, сколько количества доски, пиломатериала, подходят ли вам эти помещения, размеры. Обязательно, друзья, всегда заморочитесь с проектом. А потом, когда уже он у вас есть на руках, следующим этапом надо не фундамент вкручивать, а выравнивать участок, друзья. С домом я, конечно, немножко лоханулся, не было опыта, но с бани я сразу моментально заказал трактор и постарался максимально выровнять всю площадку, убрать все бугры. Плюс у нас был бугор там от копки колодца, то есть надо было растащить глину, более-менее выровнять участок. Следующим этапом мы решили закручивать фундамент, друзья. Фундамент у нас винтовые сваи, сваи у нас в диаметре 89 миллиметров, длина сваи 3 метра, а крайние 4, где терраса, 3,5 метра, потому что у нас участок с перепадом, надо было тоже ловить этот уровень. Кому-то этот фундамент не по душе, но на самом деле, друзья, на сегодня это быстро возводимый фундамент, который делается буквально за полдня, и вы уже в этот же день можете начать строить. Я не вижу смысла под такой домик закручивать или заливать какую-нибудь ленту, не знаю, в сваи тисе или в тем более плиту, потому что это легкая маленькая постройка, которая, в принципе, может и на блоках стоять при условии, если вы правильно сделаете подготовку. Но самый минимум выбирая, это мы использовали винтовые сваи. Сваи закручивали механическим способом, с помощью своей круто. Классная штука, интересная. Из советов, что я вам могу сказать, дать, заказывая винтовые сваи, постарайтесь у знакомых, у коллег найти микрометр, чтобы отконтролировать толщину сваи, потому что заявляют 4 миллиметра. Но если вы берете где-то на рынке, там через кого-то непонятные фирмы, то вам могут и 3,3,5 миллиметра притащить. Также свая должна вкручиваться, друзья, до деформации проушины, если это вкручивают механическим способом. Если вручную, то также либо деформация проушины, либо 4 мощных мужика не могут дальше крутануть сваю. Тогда, значит, свая встала на свое место. Далее, обычно либо заливают бетоном жидким, либо засыпают пескобетоном. Обязательно простукивайте сваи, друзья, чтобы весь пескобетон ушел вниз, уплотнился. Следующий момент, это срезается в горизонт, равняются все сваи, навариваются оголовки и промазываются краской. Из своих соображений, советов, что я хочу сказать. Когда вам устанавливают винтовые сваи, у вас копают небольшие приямки. Просите ребят, строителей, монтажников их не засыпать. Потому что, когда они установят фундамент, вы просто бежите в магазин, покупаете битумную мастику. И вот эти, скажем, 30 сантиметров под землей и до верха промажьте битумной мастикой. На сегодня это, друзья, одно из самых лучших решений, скажем так, чтобы продлить срок жизни вашим винтовым сваям. Также из-за того, что у нас перепад, у нас перепад первой радиус, скажем, где-то 70 сантиметров, второй 50. Мы решили обвязывать металлическим уголком, чтобы добавить больше жесткости для винтовых свай. Два ряда металлический уголок, 50 на 50, толщина четверка. Сначала обрезаются вот такие, скажем, кусочки по 10-15 сантиметров. Уголки привариваются к сваям в двух плоскостях. А потом уже к этим кусочкам привариваются сами укосы, также в двух плоскостях. Это важно, друзья, потому что много бывает колхоза, когда тупо уголок приваривают на две точки. Или вообще просто профильную трубу пускают горизонтально. Типа это они обвязали сваи. Что мы имеем? Подготовка участка буквально два часа. На следующий день монтаж винтового фундамента где-то полдня. И у нас готовая рабочая площадка. Далее происходит закупка материала. Строить саму каркасную баньку мы решили из доски сухой строганной. Основной закуп, скажем, основные затраты было это 11 кубов леса. Мы взяли доску 50 на 150, 50 на 100, 50 на 200. Взяли дюймовку 20 на 140 для обрешетки и укосин. Заказали сразу ОСБ 12 мм на крышу. Также ветрозащитные мембраны. Также заказали гибкую черепицу Шинглс от Техно-Нюколь. У нас будет мягкая кровля. К ней же подкладочный ковер Underwrap Next Self самоклеющийся. Также получаются капельные планки, карнизные планки, вентиляционный оратор. Насколько я помню, это коньковый для проветривания конька. И разная мелочевка. Это гвозди, гвозди для каркаса, гвозди для кровли, битумная мастика для гибкой черепицы. В общем, я постарался закупить сразу массово все, чтобы все строительные материалы лежали на месте. Либо в течение дня 2-го, 3-го они подвозились. Таким образом у нас началась стройка. Я обратился к своим коллегам. То есть у нас есть общие друзья, коллеги в чате, познакомились на выставках. Предложил ребятам. То есть очередь была сначала вообще на март. Но у ребят освободилось окно под конец декабря. И я сказал, давайте, ребят, вперед. Вот у нас есть домик, скажем, отель на 5 звезд, в котором мы жили 6х6. Там все есть, тепло, сухо, хорошо, свет. То есть и ребята согласились, приехали. И началась стройка. Начали мы строить, друзья, с обвязкой. На обвязку у нас шла доска 50 на 150. Обвязку мы собирали из пакета досок. Многие в комментах писали, типа, почему не обрабатываете материал. Ну, мы начали работать где-то в середине декабря, под конец уже. У нас уже за бортом было минус 5, минус 10. Температура прыгала, поднималась даже минус 15. Поэтому обрабатывать антисептиком смысла нет. Он просто не впитается, он замерзнет нафиг. Потом уже по весне, летом, может быть, пройдусь хотя бы обвязочку и лаги пола. Хотя я даже в этом не вижу смысла, потому что сам каркас над землей, на весу. То есть крайняя точка свая у нас 40 сантиметров. Плюс она сухая, строганная, не будет давать усушку, нету в ней влаги. Как бы материал довольно хороший. Обвязку собирали, как и сказал, из пакета досок 50 на 150. Сбивали между собой. Сначала собирали внешний контур, потом добавляли серединный контур, потом уже внутренний. Доски сбиты на ершоные гвозди 90-е. Также, собрав этот пакет снизу, на оголовок сваи подложена гидроизоляция. И обвязка затянута на болтовые соединения. Это мебельный глухарь, мебельный болт. Он у нас 130-й, толщина 10-ка. Через шайбу винтовертом зафиксировали все основание. Это уже после того, когда промерили все диагонали, все выровняли. Все у нас полностью, обвязочка была готова. Следующим этапом, друзья, собираются лаги пола. Это вообще перекрытие первого этажа собирается моментально. Сюда мы использовали доску 50 на 200. Также сухая строганная. Собирается сначала внешний контур. Это лобовые доски. Прибиваются, выравниваются. Делается разметка под лаги пола. Запиливается на торцовочной пиле. И укладывается. И сбивается пистолетом. Собрав основное перекрытие, делается разметка с помощью мелованной нити для формирования вставок. Их называют бринджинги. Вставки это такие кратыши, досочки, которые не дают доске поворачиваться, крутиться влево, вправо. Напилив штук 30, наверное, этих бринджингов, то есть по разметочке спокойно прибиваются. Можно в шахматном порядке, если так вам удобнее. Можно друг за другом, но на косую гвоздь забивать. Так как у нас собиралось все с помощью пневматического неллера, в общем проблем нет. Просто решили сделать красиво 2-3 линии бринджингов. Тут я хочу вам дать совет, друзья. Собирая перекрытие, лаги пола, если оно у вас довольно большое, ориентируйтесь на следующий момент. Полтора метра отступили, прошли ряд бринджингов. Еще полтора метра отступили, прошли ряд бринджингов. Таким образом у вас будет мощное жесткое перекрытие, в котором доски не будут гулять ни влево, ни вправо. Собрав лаги пола, подготовив полностью основание, в этот же день мы успели собрать одну заднюю стеночку. Вверху впиливается ригель, который будет принимать на себя нагрузки. Называется разгрузочный ригель. Так как доска сухая, строганная, он будет сидеть хорошо. Я немножко плохо отношусь к таким вещам, когда собирают каркас из доски естественной влажности и потом впиливают ригель. Мне кажется, он ни хрена там не работает, потому что доска дает усушку, у вас получается щелест-палец, и по сути у вас просто прибита доска на гвозди, которая висит в воздухе. Поэтому, если вы собираете из доски естественной влажности, ригель делать смысла нету. Делайте хедры над оконными и дверными проемами. Вообще, рекомендую, если вы самоостройщик, то посмотрите хотя бы три фильма Ларри Хона. Классный мужик, хоть немножко отличается строительство от нашего, потому что разные регионы. А то потом начинают писать, почему не делали сразу по платформе. Да потому что у нас снег валит, какая тут нахер платформа, весь утеплитель взмокнет. Тоже, учитывая этот факт, я советую посмотреть эти фильмы из того, чтобы вы хотя бы знали конструкционные узлы. Как должны делаться примыкание стен, стоек, что такое хедр, как собирается перекрытие. В общем, собрав стеночку заднюю, мы увеличили потолок на 10 сантиметров. У нас получается вместе с нижней и верхней обвязкой 3 метра. Впилили две укосины. Укосины впиливаются как в нижнюю, так и в верхнюю обвязку для жесткости. Добавили ригель. Соответственно, стали собирать дальше следующие стенки. По проекту у нас получилось так, что боковые левые и правые стенки шли целиковые. Состояли из двух частей. И по центру вставала жесткая колонна. Все колонны, все столбы. Начиная, можно сказать, с прошлого года, я теперь делаю только из доски сухой строганной. И вам не рекомендую применять брус. Да, это проще. Брус целиковый. Потом его шлифанете. Но будьте готовы к тому, если он длиннее 3 метров, его обязательно крутанет, как торсион. И он обязательно растрескается. Поэтому проще взять три доски сухой строганной, сбить, потом это шлифануть и покрасить. И им нифига ничего не будет. Поэтому даже в этом проекте баньки, все колонны, все столбы выполнялись из доски стройной. Соответственно, собрав все стеночки. Впереди у нас вообще классный такой визуал. У нас три окна по прямой и два сбоку. После сборки стен началась подготовка конька. То есть, собрав колонны, колонны у нас вообще там из пяти досок, собирали конек. Конек также сделанный весь из пакета досок, собранный на своем месте. Фиксировали либо в местах, где запилы. И также дополнительно фиксировали на гвозди и на конструкционные саморезы. Самый длинный саморез был 240-й. Вкручивали пять или шесть штук, когда фиксировали две колонны между собой. И уже в местах примыкания также добавляли конструкционные саморезы. После сборки конька началась сборка стропильной системы. Стропильную систему начали собирать с двух яндовых. Вся стропильная система у нас из доски 50 на 200. Хочется сделать хорошо. Хотя это такой летний гостевой садовый домик с банькой. Но хочется, чтобы было все как надо, качественно. Поэтому собирали две яндовы. Яндовы склеивали между собой на полиуретановый герметик. Сбивали гвоздями, выставляли, запиливали по шаблонам. И потом устанавливали на свое место. А потом уже добиралась вся стропильная система. Везде шаг доски, что в перекрытии, что в стенах, что на стропильной системе 590 мм. Если вы строите из доски естественной влажности, друзья, я вам рекомендую делать шаг 580 мм. Либо меньше. Если у вас там проем не хватает, ну не больше. Потому что доска даст усушку, и у вас сантиметр-полтора точно доска разойдется. Поэтому учитывайте этот факт. Лучше делайте 580 мм. Если у вас доска естественной влажности. Если сухая строганная, 590 мм. Это вообще отлично. Залетает хорошо. Также важный момент. Покупая доску, друзья, спросите у друзей. Найдите, может, у кого у вас есть. Это влагомер. То есть я покупаю доску, поехав на рынок, проверял влагомером влажность. Потому что продавец вам скажет одно. А на, скажем, приборе вы можете увидеть другое. Это тоже важно. Собрав стропильную систему, сколотив ее, сбив между собой, закрепив на конструкционные саморезы, началась делаться гидроветрозащита. То есть диффузионная мембрана натягивалась по стропилам. Следующим этапом шел брусок сухой строганной 50 на 50, который будет выполнять функцию вент-зазора, чтобы крыша у нас была вентилируемая. После бруска пошла обрешетка шагом 300-350 мм. Из доски сухой строганной 20 на 140 мм. Все билось на гвозди. Шаг обрешетки также подбирался под листы ОСБ, потому что после обрешетки у нас пошли листы ОСБ 12 мм. И чтобы стыки листов ОСБ приходили на центр доски. А также, друзья, совет. При монтаже листов ОСБ обязательно оставляйте зазоры 3-4 мм. Между собой, чтобы лист мог играть на растяжение. И желательно эти зазоры, друзья, заполняйте полиуретановым герметиком. То есть вы их гидроизолируете, но при этом швы могут двигаться спокойно. После укладки ОСБ плиты шел подкладочный ковер. Подкладочный ковер у нас самоклеющийся. Называется Underwrap NextSelf. Это компания TechnoNicol. Укладка ковра проста. В теплое время суток он сам раскатывается, снимаете защитную пленку и вклеивается в кровлю. В холодное время года его надо подогревать феном, либо использовать специальную битумную мастику. Ковер укладывается с нахлёстом. Так как у нас слишком ветреная погода была, мы также добавляли десятка-два гвоздиков. Гвозди били с пистолета, ершеные 32 мм. После укладки ковра, где у вас стыки нахлёста, желательно также промазать битумной мастикой, чтобы все это склеилось в единую, добавляются капельные планки. Снизу монтируются по свесам кровли капельные планки, по бокам монтируются торцевые планки. И потом уже можно приступать к монтажу гибкой черепицы шинлос. Сначала идёт стартовая полоса, то есть она так и называется, ну стартовая гибкая черепица. Она просто прямоугольная, снимается защитная плёночка и прибивается по краю кровли. Далее уже идёт сама гибкая черепица. Фиксируется на 4-6 гвоздей. Где плохо прилегает, можно погреть строительным феном. Подходя к коньку, на конёк у нас устанавливался вентиляционный аэратор, специальный такой пластиковый конёк. Он будет вентилировать коньковое пространство. И на него уже укладывались лепестки коньковой гибкой черепицы. Также всё добавлялось, склеивалось на мастику. Из советов, если вы будете делать такую кровлю из гибкой черепицы, то перед монтажом, хотя бы за полдня, за день, старайтесь её держать в тёплом помещении, если у вас погода минус, чтобы с ней было легче и проще работать. Потому что если оставить её на холоде, она начинает склеиваться, её приходится отдирать. Но лучше подержать в тепле, она будет мягенькая, удобная. Также при монтаже, перед монтажом гибкой черепицы, друзья, разложите себе 3-4 пачки и постарайтесь их перемешать. Чтобы не было зацветов, пятен, чтобы у вас крыша была красивенько, аккуратно и всё как надо. И вот так, друзья, за 7 дней, за 6, скажем, с копеечкой, потому что первый день был заезда, удалось собрать... А, ну мы сюда давайте добавим ещё фундамент один день, да, и подготовка. За 7 дней, за 7 дней, скажем так, удалось собрать каркасную баньку 5 на 8. На самом деле размеры чуть больше, 4 идёт 4 на 4, потом идёт 6 на 5 и ещё терраса на 3. Даже 5 на 9, наверное, вот так я бы сказал, но она у нас многоугольная. По затратам. Всем будет интересно, сколько вышло денег. Как и сказал, фундамент. Фундамент обошёлся около 100 тысяч рублей. Это винтовые сваи с монтажом, плюс делали укосы для уголка. На сегодня цены не актуальны, потому что это было в прошлом году. Я вам скажу, сколько вышло в прошлый год. И вы можете ориентироваться на такую стоимость, если вам будет интересна данная постройка. Проект бесплатный, проект самопальный. Подогнал друг с проекта садового домика. Понравилась внешка, мы его переделали, потому что там шли лаги пола из сотой доски. А нет, лаги пола из 150, стенки из сотой, стропила из 150. Мы это всё переделали, всё усилили. Потолки там были 2,70, мы сделали 2,90. Там окна были меньше. Плюс проём дверной и оконный мы сделали свой, потому что у меня есть окна в наличии. В общем, проект бесплатный. Соответственно, на 100 тысяч у нас ушёл фундамент. Закупили лес. Лес мы покупали по 35 тысяч. Один с кубов, это где-то 385 плюс пятнаха доставка. 400 тысяч это был лес, доска. Это ОСБ, это дюймовка. В общем, весь лес на 400 тысяч. Итого уже 500. Кровля. Кровля вышла около 100 тысяч рублей. То есть, это гибкая черепица шингос, подкладочный ковёр, доборные элементы, коньковые, капельные. То есть, также вышло около 100 тысяч. Итого 600. Сюда можно добавить расходники, доборку, покушать, бензин, какие-то доставки дополнительные. То есть, я думаю, полтинничек можно накинуть, потому что гвозди, саморезы, ароматизация инструмента. У нас работал генератор, потому что электричество скакало, топливо, плюс обеды. В общем, в 650 тысяч рублей это всё материалы. Вышла вот такая данная постройка. Пишите в комментах, дорого это или мало. Это, напоминаю, не просто банька, а целый гостевой домик, в котором будем либо мы отдыхать. Сейчас детишки подрастают, скажут, пап, мам, мы хотим исправить день рождения. Пожалуйста, у вас есть домик, в котором есть целая банкетная комната 4 на 6. Есть террасочка 3 на 4, 3 на 5. Есть помывочная парная. Будем в дальнейшем определяться, потому что ещё нету межкомнатной перегородки. Когда сделаем полностью пол, будем уже отталкиваться, смотреть, потому что многие советуют сделать парную побольше, помывочную поменьше, потому что помывочную, что нужно? Просто тупо душ или ведро, которое будет на тебя прокидываться. Ну, можно душ, лейка, а с другой стороны ведро. А парную сделать побольше, потому что у нас общая комната там 4 на 4, 4 на 2, вот, 4 на 2. Её надо будет поделить на парную и помывочную. Что ещё можно сюда добавить? Если это строилась обычная банька, ну, за 650 тысяч можно было купить две бани-бочки, я не знаю. Ну, если вам нужна баня, просто баня простая, в которую зашёл, попарился, вышел. Но у нас цель вот такая, сделать типа гостевого домика, чтобы, если что, и друзья могли остаться, отдохнуть, посидеть. Детишки могли, сейчас подрастут они, уже дошкольный возраст пойдёт, день рождения отметить. Чтобы даже просто друзей позвать, чтобы не в доме сидеть, не мешать всем, а отдельно пошли, спокойно посидели, отдохнули, попарились. То есть, в дальнейшем на террасе, возможно, поставлю какую-нибудь, может, купель, но это уже так, планы на будущее. Либо вообще, ещё сделаю такую подиум, выступ сюда, чтобы можно было хотя бы надувной бассейн поставить, каркасный бассейн, наполнить водой, чтобы можно было из баньки сразу прыгать в водичку. Но это уже другая история, друзья, поэтому подписывайтесь на канал. Также весь процесс стройки поэтапно, фундамент, подготовка, защита фундамента, обвязка, лаги, стены, конёк, стропила, кровля. Вы можете посмотреть поэтапно, подробно на моём канале Сделай Сам, где идёт вся стройка, вся движуха. Также на этот канал я добавляю прикольные видосы бизнес-гараже. Стараюсь на своём опыте, друзья, провернуть, показать, как можно зарабатывать деньги, работая на себя. Поэтому ссылка будет в описании моего канала Сделай Сам. Это строительный канал, канал про бизнес-идеи, про стройку, про заработок. Вообще классно, супер, прикольная тема, я его введу для души, снимаю то, что нравится мне. Поэтому смело переходите, подписывайтесь, поддержите. Там же можете посмотреть полностью стройку про большой дом, домик 6х6, который мы строили ребятам. Там есть и гараж, там есть и другие постройки. Поэтому всем рекомендую, кому эта тема интересна, залетайте, смотрите. Только полезная информация. Много рассказываю косяков по дому, которые не стоит повторять. В общем, всем рекомендую. Ну а тут поставьте лайк, также подписывайтесь на канал, смотрите мои классные видосы про самоделки. Пользуйтесь, применяйте. И всем желаю хорошего настроения. Всем удачи, всем пока-пока.